Во всем мире существует огромное количество ателье, включая заводские, которые переделывают новые автомобили по вкусам клиентов. Сейчас, пожалуй, главный придворный доработчик продукции под маркой LADA тольяттинская компания VizAuto, что этим летом после полуторагодовалой паузы возобновила выпуск бескомпромиссной Нивы Бронта. Такая машина отличается грязевыми колесами, увеличенным клиренсом, усиленной трансмиссией и некоторыми другими доработками. При этом стоит автомобиль недешево. С фирменным обвесом цены стартуют от миллиона рублей. Однако фанаты внедорожного образа жизни жалуются, ни за какие деньги купить Ниву Бронту нельзя. У дилеров таких просто нет. И будут только через 2-3 месяца. Ну а причина в злополучном дефиците микросхем, а конкретно блоков АБС. Еще один вариант доработки классической Нивы предложила фирма СуперАвто, знаменитая удлиненными десятками и 16-клапанными пятнашками. Так вот, благодаря СуперАвто классическая Нива тоже примерила 16-клапанник. На самом деле установить мотор от переднеприводной модели собирался еще сам АвтоВАЗ. Над проектом работали 7-8 лет назад. Но денег на серийное воплощение внутризаводских наработок боссы автогиганта не выделяли. В итоге СуперАвто будет своими силами удалять архитичный 80-сильный восьмиклапанник, вместо которого внедрять агрегат объемом 1,8 литра и мощностью 122 силы. Этот атмосферник хорошо знаком по топовым вестам. Планируемая цена мощной Нивы аж 1,2 млн. А теперь давайте посмотрим, что сотворила коллаборация, куда вошли ВИЗ Авто, СуперАвто и Центральная СТО Тольятти. Их совместный проект — капотный полурамный грузовичок грузоподъемностью 920 кг. Нетрудно догадаться, что за основу участники коллаборации взяли грантоподобный пикап ВИЗ-2349. Но упомянутый исходник на 30 см короче, а его грузоподъемность на 1,5 см меньше. Чтобы улучшить показатели модели, авторы проекта внедрили заднюю пневмоподвеску, двигатель 1,8 и поработали над трансмиссией, изменив передаточные отношения. Мотор, кстати, переведен на пропан. И новость короткой строкой, посвященная непосредственно автогиганту. Николя Мор заявил, что полностью новая Нива появится под занавес 2024 года, а стоить будет от 12 тысяч евро, то бишь около миллиона рублей по текущему курсу. Продолжение следует...